Встречу с представителями мотоклуба «Ночные волки» организовали по инициативе Солнечногорского благочиния. От лица благочиния как раз и пригласили Алексея Евгеньевича, Михаила, который наше Солнечногорское отделение возглавляет, чтобы именно познакомить молодежь с этим движением, которое несет под собой патрическое нравственное воспитание, а также и, прежде всего, и религиозное воспитание, и веру. «Ночные волки» – первый мотоклуб страны, учрежденный в конце 80-х годов. С тех пор он имеет статус самого крупного и мощного мотоклуба. Несмотря на то, что клуб изначально был бунтарским, сегодня напирается на православные корни и историю нашей страны. Я приезжаю в Переславль, привожу к кону Александра Невского 12 июня. Каждый год мы в Преображенцево-Соборе в 10 часов утра служим и причащаемся после этих 160 километров пешком, 2500 мотоциклов, выхожу и говорю, смотрите, какие богатыри русские витязи. Клуб воспитал целое поколение молодых мотоциклистов на примерах стойкости, силы духа и национальной гордости. «Ночные волки» построили первый в России байк-центр, ставший за короткое время известным в своем мотоциклетном мире. За более чем 20-летнюю историю у клуба появилось много новых отделений от Сахалина до Западной Европы. «Ночные волки» заявляют, что не становились на развитии, остались верны себе, а поддерживает их во всем Господь Бог. Екатерина Фокичева, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время».